Братья и сестры, здравствуйте! Мы сегодня с вами должны как-то прикоснуться к Сретенью, к этому великому празднику, который имеет предпразднство и попразднство, где мы видим ветхозаветных святых людей, Симеона, старца, и Анну Пророчицу, и Марию с Иосифом, и Иисуса, там четыре взрослых, и один малыш соединяет их со всеми. Значит, встреча, собственно, это не встреча ни в коем случае весны и зимой, таких праздников в церкви нет. Это встреча Ветхого и Нового в лице праведника ветхозаветных, в лице Иисуса Новый Завет встречаются, это и есть та встреча. Все Евангелие с точки зрения блаженной памяти митрополита Антония Сурожского можно рассматривать как набор неких встреч, что встречаются Мария и Елизавета, и обе пророчествуют, имеющие в очреве Иоанна и Иисуса. Встречаются, скажем, там, например, три волхва встречаются с Мессией. Это встречи каждый раз. Там встречается, например, Иисус с Самарянкой. Там встречается Иисус на горе Преображения с Моисеем и Ильей. Спускаясь вниз, он встречается с плачущим отцом, у которого сын беснуется. Ищет учеников и находит на берегу Теверятского моря Петра и Андрея, потом Якова и Иоанна. То есть там постоянные встречи. С точки зрения встречи, Евангелие – это каскад непрестанных встреч. Это, конечно, о многом говорит в том смысле, что встречи – это великое дело, потому что мы на пути жизненного встречаем различных людей. Некоторых встречаем как благословение, некоторых как наказание. Но в любом случае это Божие дело, потому что, как пишется в притчах Соломоновых, «Бедные и богатые встретились, а и того, и другого создал Бог». У Мусоргского есть такая в картинках с выставки такая миниатюра, значит, там бедные и богатые евреи повстречались. Как бы такая любопытная такая музыка. Так вот, с точки зрения встречи, как бы наша вся жизнь разбивается на некий каскад встреч, которые для нас становятся источником благословения, очень часто меняют нашу жизнь, иногда источником искушения и неприятностей. Тоже такое бывает. Значит, мы похвалим, безусловно, Симеона, этого великого старца, который выше Николая Чудотворца, да будет вам известно. Николая знают все, а к Симеону я вот не думаю, чтобы мы обращали часто свои молитвы. В болезнях, в тюремном заключении, в бездетности, в безденежье. Как мы докучаем святому Николаю, который носит на себе беды миллионов людей, не тяжело ему, слава Богу. А Симеон, кажется, больше, как мы читаем в житии Петра Афонского, который попал в плен сарацинский, и молился, чтобы выйти из плена и стать монахом. И явился ему Николай вместе с еще каким-то благочестивым старцем. Две души святые к нему явились. И Николай говорит, ему молись, он выше меня. Это кто это? Это, говорит, старец Симеон, державший на руках младенца Иисуса в храме Иерусалимском. То есть велик Симеон, можно обратить к нему свои просьбы. Какая нужда у вас есть? Призовите Симеона, великого старца, он помолится за вас. Ему было обещано, что он не умрет, пока собственными глазами не узрит Спасителя, Иисуса, Мессию. Это то, что Иов говорил в 19 главе книги Иова. Говорится, Искупитель мой жив, и он восставит распадающуюся кожу мою, и я увижу его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его. То есть вера в то, что я лично увижу Мессию, Искупителя, это вера, которая наполняла всех праведников Ветхого Завета. И многие умирали, уходили в эту вечную тьму, не дождавшись, с печалью. А Симеон дождался, им было обещано, Духом Святым не умрет, пока не увидит. И он увидел его. Любопытно, что можно было бы, например, на Иордан прийти Симеону и увидать Христа, например, уже крестившегося от Иоанна, когда он уже явил себя как Мессия. Но нет, он видел именно младенца Иисуса. В этом нежном ребенке было дано ему познать Мессию Господа. Не в Иисусе исцеляющем, не в Иисусе ходящем по водам, не в Иисусе воскрешающем мертвых познал Симеон Господа и Машиаха. Он познал эту правду Божию в младенце, в ребеночке сорокодневном. И взял его на руки и благословил Бога, и поблагодарил за то, что он ныне отпускает его из этого мира. Это молитва бесстрашия, молитва радости. Это, пожалуй, никто так не умирал до Симеона. Вот так вот с радостью уходил в ту вечную тьму, в которой там еще никому дорогу себе освещать не случалось, как писал Бродский об этом. Светильник светил, и тропа расширялась. То есть это праздник какой-то новой смерти. Он с радостью ушел в эти глухонемые объятия, потому что он носил на руках эту светлую тяжесть маленького тельца-искупителя. От него даже сиянием этим исполнился. Он видел многое своими старческими, наверняка уже не очень зоркими глазами, потому что он сказал в своей молитве, ныне отпущаешь, что видишь того, чем мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех людей. В этих словах мы угадываем тайну креста, потому что не в тайном месте, не как Иоанн в подземелье был усечен мечом палача, а перед лицом всех людей на кресте, поднятый наверх, между небом и землей, висел искупитель, и его видно было со всех сторон в Иерусалиме, в его окрестностях, и пред лицем всех людей. Значит, свет в откровении языков был назван Иисус, свет в откровении язычников. То есть язычники другого света не имеют, чтобы выйти из тьмы. И слава людей своих Израиля. Кроме того, он беседовал с Марией Симеоном, и из его краткой беседы мы видим, что ему очень много было открыто. Он сказал, что лежит на руках у тебя предмет пререканий, яростных споров. Значит, что многие об него споткнутся и упадут. Одни поднимутся, другие упадут. Значит, Иисус действительно из предмет пререканий. О нем спорят, кто он, какой он, что он. Там некоторые самые необразованные сомневаются, что он был, хотя он совершенно историческая личность. И прорек ей крестную муку под крестом. Говорит, тебе самой пройдет душу оружие, и откроются помышления многих сердец. То есть Симеон своими старческими глазами, смотрящими внутрь уже, а не наружу, видел тайну креста. Это видно из всех слагаемых его великой речи. Это великий помощник всем тем, кто будет призывать его имя. Это старец праведной Ветхого Завета, узнавший спасителя в младенце Иисусе. И это одна из тех встреч, вообще, встретения. Потому что все Евангелие, это некий набор встреч случайных, а на самом деле продуманных и Богом предсказанных. Это встречи людей с различными обстоятельствами, встречи людей с Иисусом Христом. Такая встреча должна быть и у каждого из нас. Хотя бы одна. А вообще-то больше нужно встречаться с Иисусом на путях жизни нашей. Таким образом, братья и сестры, я поздравляю вас с сегодняшним праздником и желаю вам встречаться с Иисусом не раз в своей жизни, а также желаю, чтобы Симеон принял ваши молитвы, потому что надеюсь, что вы призовете его святое имя. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok